Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я работаю, я и мой коллег. Ранее мы были в хороших отношениях, вместе работали, потом он ушел, снова вернулся. Стала очень сильно нагло ко мне относиться в плане работы, без причин жаловаться руководству. Я работаю уже 20 лет в одной организации, очень люблю свою работу, до этого было все хорошо, но как он появился, мои рабочие дни превратились в ужас, из-за этого даже порой хочется уволиться, так и кажется, что он этого и добивается. Подскажите, как мне найти выход из такой ситуации? Во-первых, если речь идет о рабочих отношениях, то есть если речь идет конкретно о профессиональных каких-то обязанностях, вот, ну условно говоря, да, ваших его, например, то если он как-то вот своими действиями вам мешает, да? Если его действия как-то не позволяют вам осуществить свою деятельность, вот, значит, ну профессионально, да? Если вот человек вам как-то мешает, то вам нужно, ну, что, наверное, логично, вам нужно обращаться к руководству и решать. Вопросы, да, с руководством, вот, там еще, в первую очередь это влияет на ведение дел, естественно. А второй момент, второй момент, на который хочется обратить ваше внимание, это то, как вас эта ситуация в целом задевает. Вот. Ну, то есть если она вас задевает как-то вообще, то есть если вас задевает вот его такое поведение по отношению к вам. Здесь нужно работать и с личными границами, да, и с уверенностью в себе, вот, ну потому что вас это задевает, вас задевает то, что человек делает, то, как человек поступает. Вот. Соответственно, ну, соответственно, ну, соответственно, других вариантов здесь нет и быть не может. Вот. То есть если вас это задевает, если вам это неприятно, да, если вы как-то вот чувствуете, чувствуете, что хуже себя от этого ощущаете и так далее. То необходимо работать с тем, что надо, потому что наглые люди вот такие вот, ну, или люди, у которых есть какие-то проблемы, вот. Ну, свои собственные проблемы имеются в виду. Так вот, эти люди, они, в принципе, будут всегда, вот. Они будут всегда и вам не лишние, просто вот, более устойчивы вот к этому быть. Чтобы не реагировать. Ну, так, как вы реагируете. Сейчас. Сейчас. Вот. И, соответственно, если руководитель не предпринял мер каких-то, чтобы ситуацию улучшить, вот, то вам на самом деле имеет смысл задать и подуматься о том, стоит ли продолжать работать в этом, ну, на этом месте. Потому что, если вы на этом месте только потому, что, ну, какое-то время работали, вот, и вам, ну, допустим, страшно. Уходить. Например. То есть, вы, ну, боитесь. Вот. То это не про то, что вы любите, ну, свою работу. А это больше именно про страх того, что вы не знаете, а, значит, что с вами будет, вы не знаете, что-то с вами будет, если вы уволите. Вот. 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 Это неприятно. Правда. Вот. Вот. Это тяжело. признать, признать, что, ну, вот, вы боитесь, вот, не обманывать себя и решать проблему, конкретную проблему в данном случае страх, который у вас есть. Вот. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен и полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо.